коллеги всем добрый день сегодня у нас такая животрепещущая тема поговорим про управление уязвимостями и как можно построить этот процесс с помощью max patrol vm сегодня с вами я павел попов я лидирую практику по управлению уязвимостями в компании при стив технологи с и мой коллега миша козлов руковожу продуктом max patrol vm давайте буквально там секунд 20-30 подождем пока все присоединятся у нас регистрация открывалась заранее но просто сделаем такую краткую водную до чем сегодня будем говорить сегодня мы расскажем про смежные процессы к управлению уязвимостями расскажем про сам процесс управления уязвимостей покажем как его можно построить с помощью max patrol vm расскажем про compliance control и ответим на все ваши вопросы то есть вопросы задавайте во вкладку вопросы да не в чатик чтобы они не потерялись а именно вкладку вопрос после нашей презентации демонстрации мы перейдем к вопросам и попытаемся на них ответить по крайней мере попробуем я думаю все получится да в принципе я думаю все подключились да если что там запись естественно будет доступна всем зарегистрированным ссылка придет там через пару дней наверное вот и давайте наверное будем начинать в принципе если говорить про процесс управления уязвимостями да то ни для кого не секрет что недостаточно просто взять какой-то инструмент по анализ защищенности поиску уязвимостей да у себя в инфраструктуре и с этим жить я всем привожу такой яркий пример когда берут просто сканер уязвимостей его устанавливают это как минимум уже хорошо да он покупается не просто для бумажки чтобы закрыть по каком-нибудь 187 федерального закона что у нас есть сканер уязвимостей все хорошо нет его берут как бы устанавливают настраивают естественно да проводят сканирование в определенные промежутки времени ну которые согласованы у себя в компании и после этого там получать какие-то результаты и вот с этими результатами да что то нужно делать как бы это не процесс если все-таки раскрывать слово процесс да что это такое есть входные параметры как раз таки вот там сканер уязвимостей или от системы по управлению уязвимостями все это работает совместно с методологии которые выстроены у вас компании туда приплюсовывать естественно экспертиза как ваша так и вендора до который поставляется в решении по анализ защищенности и применяются дополнительные какие-то технологии но естественно весь процесс не будет работать без управляющих действий да то есть у нас должны быть метрики на которые будет ориентироваться сам процесс потому что его нам в идеале совершенствовать до делать все время лучше чтобы он там не знаю работал быстрее и слой у нас сокращались как раз таки слой тоже один из управляющих действий то есть мы должны там согласовать сроки когда у нас будут устраняться те или иные классы уязвимостей средняя высокая критичная как там как пример да в последней методике в стеку от мая 2023 года есть строгий слой там на устранение тех же критичных уязвимостей до 24 часа высоких за семь дней то есть эти слой должны присутствовать у вас компании то есть без них совершенно никак и давайте наверное мы поговорим как мы вообще видим построенный процесс управления уязвимостями в на в рамках нашего продукта и тут передам слово своему коллеге спасибо паш на экране как раз наш стандартный процесс как его видим мы мы его разделяем на два этапа базовые когда ты по определенному расписанию сканируешь инфраструктуру оцениваешь какие активы к чему относятся определяешь их важность договариваешь сойти о том в какие сроки на этих активов будут устраняться уязвимости дальше эти самые уязвимости вы находите сортируете приоритизируете передаете войти задачи на устранение этих уязвимостями и следите за тем что действительно они устраняются и контролируем сроки в которые устраняются эти самые уязвимости а также оцениваем в целом как эффективно процесс управления уязвимостями построен в компании как много из какой скорости уязвимости устраняются и важно следить за устранением критичных уязвимостей что они устраняются в те sli в которые вы установили второй вторая часть процесса которую мы выделяем это устранение особо опасных критичных уязвимостей и актуализация данных в инфраструктуре чтобы эти самые уязвимости находить максимально быстро и максимально быстро их устранять в идеале те самые 24 часа которые рекомендуют и в стек и который про которые говорим мы о том что в случае появления публичной информации об уязвимости обычно уже через 24 часа появляется эксплойт который позволяет эту уязвимость использовать ну речь про конечно трендовые критичные уязвимости и давайте поговорим про непосредственно asset management то есть управление активами это та часть процесса которая позволяет вам актуализировать информацию об инфраструктуре понимать где какие активы находятся и понимать насколько важны эти активы следить за теневыми местами в инфраструктуре и отслеживать появление там подозрительных активов или новых активов чтобы вы максимально быстро новые активы которые вводят ваше айти подразделение тоже начинали сканировать и определять на них уязвимости может так быть что эти активы которые вводятся в эксплуатацию тоже важны и критичны или находятся на периметре или являются вашими ключевыми целевыми системами к которым вы максимально не хотели бы чтобы хакер получил доступ и поэтому важно строить именно процесс asset management а когда вы проводите регулярную инвентаризацию инфраструктуры определяете какие активы категоризируете эти активы и уже впоследствии выявляете на них уязвимости и выставляете слой на устранение важно понимать что не всегда только критичность уязвимости влияет на сроки которые вы устанавливаете важно также учитывать на каких именно активах те или иные уязвимости найдены если уязвимость критично находится у вас на периметре естественно она должна устраняться в первую очередь как собственно эту информацию можно собирать и как наш продукт позволяет ее собирать а именно информацию об активах стандартная задача это сканирование то есть вы проводите сканирование вашей инфраструктуры с помощью аудита или пин теста и выявляете активы которые у вас присутствуют дальше уже собираешь собираете так активы внутри max patrol vm в в нашу базу и с помощью наших групп можете динамических и статических можете эти активы распределять категоризировать и управлять их приоритетами помимо этого наш продукт позволяет активы заводить пассивным детектом из cm-системы max patrol cm с помощью пассивного детекта когда мы видим в логах появление тех или иных ip адресов или каких-то других признаков max patrol vm автоматически тоже определяет существование таких активов и вы можете настроить задачу сканирования таким образом чтобы в автоматическом режиме опять же по вновь обнаруженным активом запускалась сканирование аудитная или пин тест на и в зависимости от того есть у вас данные учетные для подключения к этому активу или нет также вы можете интегрироваться с нашим продуктом max patrol на над и обогащать информацию об инфраструктуре из сетевого трафика помимо этого естественно у нас есть api и есть интеграция с active directory можно импортировать информацию об активов оттуда или из каких-то других 7 7 дебе систем через api и случае если нет возможности просканировать какой-то актив например он находится в промышленной сети или этот актив очень чувствительным к сканированию есть возможность заведения такого актива или информации о нем в ручном виде или с помощью импорта из таблицы csv или импорта через api опять же помимо этого даже если вы в целом сканируете свою инфраструктуру и постоянно актуализируете данные о ваших активах но у вас есть задача вот сейчас максимально быстро получить информацию о конкретной уязвимости на том или ином активе или на каком-то наборе целей то вы можете с помощью профиля внутри max patrol vm указать конкретную уязвимость которую вы хотите обнаружить и max patrol vm проведет инвентаризацию этих активов целясь именно в эту конкретную уязвимость собирая информацию конкретно о ней то есть помимо стандартного процесса когда вы по расписанию сканируете все что вам нужно также в каких-то случаях если вам необходимо вы можете найти конкретную уязвимость ну тут давай наверное мы сейчас переключимся на демонстрацию экрана я покажу в принципе как это выглядит в продукте перед вами сейчас стандартный дашборд от max patrol vm тут естественно у нас как и миша говорил ранее да вся сетная модель хранится на на сервере и мы можем информацию постепенно актуализировать за счет задач по сбору данных если мы говорим только именно про функционал max patrol vm здесь у меня как раз таки сделано три задачи да это host discovery когда мы просто ищем соответственно уязвимости и хосты точнее даже не уязвимости а просто хосты после этого мы можем использовать профиль там fullpin test когда мы уже ищем уязвимости обогащаем информацию об активах да уязвимости у нас ищется за счет пентастовых чеков и есть unix audit следующая у меня задача до такой же есть там windows аудит то есть это в режиме белого ящика когда мы подключаемся к системе уже к с админской учеткой там или при интеграции с лапсом до вытаскиваем оттуда еще больше информации выводим уязвимости уже которые могут относиться к программному обеспечению которую у нас не светится на портах там по баннерным проверкам по чек-листам мы ни по каким не можем выявить что это уязвимость есть то есть еще определенный набор и соответственно после того как мы проводим инвентаризацию мы можем и в педикеле с помощью фильтра до на отфильтровать там наличие той или уязвимости то есть вывести ее паспорт как раз таки там одну из последних да я привел это венраровской уязвимость но как и сказал миша ранее да помимо того что мы храним всю инвентаризационную информацию в системе мы можем еще и создать профиль для сканирования и поиска одной конкретной уязвимости то есть мы можем создать профиль и здесь ввести там cve в который у нас по которой будет происходить сканирование то есть далее создать задачу на основе этого профиля вот и мы найдем одну конкретную уязвимость у себя в инфраструктуре то есть помимо того что мы храним конфигурационную информацию в maxpatrelvm на сервере да нет необходимости каждый раз выгружать себе отчет после сканирования если мы там хотим посмотреть где у нас какая уязвимость есть это можно сделать в интерфейсе мы еще можем и запустить поиск на конкретную уязвимость спасибо паш офигенно показал да будем переходить обратно к давать нации отлично после того как вы инвентаризацию активов провели ну и в целом регулярную это нужно делать определять к каким активам точнее не так какие активы каким группам относятся для того чтобы впоследствии как я уже говорил вы могли приоритизировать устранение уязвимости на конкретных активах на учитывать не только саму метрику уязвимости насколько она критично но и также на каком активе она находится и наша система позволяет автоматически контролировать вот эти вот сроки и важность активов и уязвимостей перейдем к приоритизации группировки вы собираете информацию с различных систем как с помощью сканирования пассивным детектом вручную или импортом данных через api или из ad или cndb систем и так далее также вы внутри системы можете определить а кто же ответственным за ту или иную группу активов распределить их по группам вот как показано на экране скажем это могут быть unix хосты windows хосты либо можете прям заводить группы конкретно под ту структуру которая удобна вам если следовать нашему процессу то можно заводить например группы периметр целевые ключевые системы именно те которые наиболее приоритетны для вас и важны для процессов внутри вашей компании то есть определить какие скажем события которые у вас в компании могут произойти для вас недопустимо и вам максимально не хотелось бы чтобы они происходили и определить через какие активы злоумышленник впоследствии мог бы как раз какое-то недопустимое событие реализовать вот вы эти самые активы сможете разложить с помощью нашей системы по определенным группам и дальше их контролировать при этом раскладывать по группам можно с помощью вручного раскладывания это нужно делать будет каждый раз когда у вас появляются активы либо есть специальный инструмент динамические группы где вы с помощью нашего языка педикель пишите определенные условия по какому признаку фильтру активы должны попадать в динамическую группу и в этом случае все вновь появляющиеся активы или если у актива меняются кит параметрам то они распределяются по вот этим группам ну например те же самый периметр ключевые целевые или какие-то которые вы сами определили и активы регулярно распределяются по ним зависимости от попадания в те или иные пар параметры которые вы указали также можно подписаться на уведомление триггер в случае попадания актива или исключение его из конкретной группы чтобы вы понимали что об вы просканировали инфраструктуру и у вас на периметре появился новый актив ага и дальше уже разбирались что с ним делать если на него настроенное аудитное сканирование если на нем критичные какие-то уязвимости и максимально приоритизировали устранение уязвимостей критичных на этом активе как я уже сказал можно распределять активы по любым удобным для вас образом по принадлежности к айпи сетям к каким-то структурным подразделениям и и так далее помимо этого вы можете выставлять автоматические политики по регулярности сканирования активов и устаревания то есть следить за тем что сканирование по важным для вас активом или по любым в целом выполняется не реже какого-то срока который вы сами указали и как уже говорил можно указывать степень важности активов для вас чтобы потом на монитор на мониторинге на дашбордах прям видели конкретно ваше текущее состояние вашей инфраструктуры и насколько эффективно уязвимости устраняются в реальном времени и эти данные распределялись вот по группам важные активы средней низкой важности и уже могли с этой информацией что-то делать выпускать отчеты и как-то управлять этим процессом за ним следить как минимум приведем пример на экране показано как можно с помощью языка pdkl во первых найти у вас в инфраструктуре вот вы когда просканировали найти активы которые имеют высокую точнее активы которые являются контроллерами домена и задать им высокую значимость чтобы устранение уязвимостей на этих активов было максимально приоритетное и в максимально сжатые сроки вот с помощью языка pdkl как показано экране можно вот этот фильтр определенный задать и даже создать динамическую группу ту самую которая будет автоматически обновляться в случае если у вас в инфраструктуре где-то появился новый контроллер домена и вы его увидели вам не надо вручную вот такой актив будет раскладывать в эти группы система это сделает автоматически за вас вам нужно только изначально задать признаки по которым вы хотите чтобы активы в эту группу попадали другой пример можно с помощью pdkl найти на на тех активов которые у вас есть в инфраструктуре какое-то нелегитимное по которого там быть не должно вы задаете с помощью pdkl фильтр в котором указываете набор вот того самого по которое для вас легитимно или наоборот нелегитимно и пдкл в автоматическом режиме сканирования вот прямо сейчас моменте не требуется вы уже сделали ранее найдет все такие активы и покажет их вам на которых это по есть даст информацию какую версию это по когда сканировался актив и так далее вы с этим уже сможете что-то делать например договориться с айти что это по должно обновляться или наоборот она здесь должно отсутствовать его нужно заменить на какое-то другое и дальше пошлидом передам слово тебе задать наверно изначально вот все что ты проговорил мы прямо сейчас переключимся тоже на экран я покажу это на опять в продукте до на живых примерах как это все можно обернуть если говорить про инвентаризацию про их группировку до самих активов вот как раз и у нас сейчас на экране опять дефолтное окно вкладки актива на здесь перечислены все узлы которые попали в систему за счет сканирования там пин тестом хост дискавери но вот как раз таки за счет тех трех задач которые я показывал ранее в левой части у нас есть группировка активов про те самые статические динамические группы про которые рассказывал миша раньше то есть мы можем создать как статическую так и динамическую группу то есть вот есть выбор да статика динамика статическая как миша и говорил ранее мы выбираем просто хост далее открываем вкладку актива и говорим в какой группе он будет у нас располагаться прям ручное наполнение если мы говорим про автоматическое наполнение есть у нас динамические группы то есть когда мы создаем динамику да и здесь мы можем ввести фильтр PDQL. Это SQL-like запросы, с помощью которых мы можем наполнять нашу группу автоматически. То есть, когда у нас будет найден новый актив с параметрами, которые входят в этот фильтр, данный актив автоматически попадет в группу. Яркий пример, который приводил Миша ранее, это AD. Здесь у нас как раз сделана динамическая группа. Чтобы их различать, папочка это статика, а лупа это динамические группы. То есть, если мы перейдем в фильтр данной динамической группы, мы увидим, что если у данного актива присутствует роль там домен-контроллера, то он попадет в эту динамическую группу. После этого мы можем автоматически назначить приоритизацию. Точнее, мы можем назначить ее в ручном режиме, опять же, в правой части окна, выбрать назначение значимости и указать, какой критичностью у нас данный узел будет являться. Мы также можем с помощью дефолтных запросов это все отфильтровать ну, возможные, да, то есть значимость, там, не знаю, покажи мне там, ESXi активы, если они есть высокой значимости. Но он отфильтровывает, их нет, значит, окей, переходим там к следующему. Но, опять же, лучше вас, вашу инфраструктуру никто не будет знать. После того, когда мы там все сделали по группам, разбили, нам необходимо назначить значимость в автоматическом режиме, ну, потому что в ручном режиме каждый актив, когда их 100, 200, там, или больше, трудозатратно это делает. Поэтому мы переходим во вкладку политики, да, которая находится в родительском подкаталоге системы. И здесь указываем уже определенную политику на назначение значимости. Яркий пример, который у нас сделан здесь по дефолту, это три значимости высокой, средней, низкой, и они назначены на определенную группу. То есть, мы говорим, что это активы высокой значимости, значимость будет высокая, и указываем те динамические группы, на которые мы будем назначать. Что это значит? Так как здесь указаны динамические группы, есть и статические, конечно, но динамические лучше использовать, потому что они будут наполняться автоматом. У вас в данный момент узел переехал там из одной под сети в другую, а у вас динамическая группа была построена как раз таки на принадлежности к сети, то, соответственно, автоматом хост попадет и у него повысится значимость. После этого мы можем уже ориентироваться там, не знаю, на дефолтный дашборд, где у нас будет показываться вся информация по значимости наших активов. Если говорить про нелегитимное ПО, опять же, с помощью PQL-фильтра или дефолтного, который у нас есть из коробки, мы можем отфильтровать там все программное обеспечение на операционной системе Windows. То есть мы вывели просто все ПО, за счет этого мы можем отфильтровать хосты, на которых присутствует то или иное программное обеспечение и в правой части у нас будет выводиться как раз таки информация по таким уязвимостям, точнее не по уязвимостям, по программному обеспечению. А после этого мы можем перейти во вкладку уведомления, создать уведомление об изменении в группе активов. То есть если у нас в группе поменялось число активов, добавился новый или исключился какой-то старый актив, указываем в какой-то группе будет относиться, допустим, опять же КД, и можем сделать либо уведомление по почте, либо постзапрос, который будет направлять информацию при изменении тех или иных динамических или статических групп. Это то, что касается инвентаризации. Но давайте вернемся, наверное, к презентации и здесь мы поговорим уже про сам процесс управления уязвимостями, потому что мы с вами поговорили про смежные процессы, а сейчас поговорим про процесс управления уязвимостями. Вообще, какие задачи он должен решать, да? Первое, естественно, мы должны уязвимости обнаруживать, ну, потому что без обнаружения уязвимости о каком процессе может идти речь. После обнаружения уязвимости мы же тоже должны их приоритизировать, как и активы, да? Потому что куда нам в первую очередь бежать? Если у нас есть метрика CVSS, понятная история, там есть критичные, средние, низкие опасности уязвимости, окей, но хотелось бы ориентироваться на что-то еще, но про это мы поговорим чуть дальше. После этого, естественно, мы переходим к устранению самих уязвимостей. Ну, устранением уязвимости чаще всего занимается там IT-департамент. Мы эту историю тоже чуть позже раскроем. Но чтобы IT-департамент начал устранять уязвимости, нам, естественно, нужно выстроить прозрачные отношения с IT-отделом, потому что все равно такой тоже фундамент всего процесса управления уязвимостями это общение с людьми. Как минимум с IT-департаментом, Потому что если мы с ними не договоримся о каких-то сроках на устранение уязвимостей, то ни о какой безопасности не может идти речи, потому что там просто сгружать отчеты с огромным количеством уязвимостей никакого результата не покажет. После того, как мы договорились об наших SLA, мы должны контролировать то само устранение, что эти сроки действительно соблюдаются. Причем это не к тому, что происходит какой-то саботаж со стороны IT-департамента. Банально можно где-то забыть, где-то узел вышел, вывели из эксплуатации, и мы вообще предоставляем фолс-информацию, не заметили этого, он у нас находился в статической группе. На самом деле причин огромное количество, или там сейчас не можем обновить, но нужно компенсационные меры применять, много-много другое. Ну и естественно после того, как мы выстроили процесс, мы его должны совершенствовать, потому что предела совершенства нет, но можно все постепенно улучшать. И как выглядит вообще сама схема выявления уязвимостей? Мы формируем и корректируем задачу на сканирование, то есть у нас как я показывал ранее, во вкладке задачи мы можем создать задачу на сканирование, но при создании задачи мы должны выбрать профиль, с помощью которого мы будем проводить то самое сканирование. Это там черный ящик или белый ящик, пентест или аудит, в зависимости опять же от типа операционной системы. Это может быть виндовый аудит, может быть никсовый. После выбора профиля мы определяем параметры, то есть куда с этим профилем мы будем ходить. А тут как раз таки все зависит от назначения критичности на наши активы в первом этапе, в этапе ассет менеджмента. За счет этого мы выстраиваем и расписание, то есть все же хотят идти в автоматизацию, это на самом деле самый правильный путь, потому что каждый раз запускать в ручном режиме задачи не совсем удобно. Если она одна, то окей, две тоже, но если их уже за десяток знать, держать в голове где-нибудь в Excel, напоминание в телефоне, что нужно запустить задачу, ну, наверное, не совсем удобно. После того, как мы создали задачу, естественно, мы ее запускаем и тут как бы два пути, да, задача отработала корректно или выпала в ошибку. Если она выпадает в ошибку, естественно, мы переходим к анализу проблемы, то есть смотрим логи, при необходимости обращаем в техническую поддержку, если мы видим, что это какая-то ошибка возможна в продукте, да, то есть не то, что у нас порты не открыты, маршруты не настроены, или там учетная запись с нужными правами, а видим, что это ошибка в продукте, ну, такое тоже бывает, как бы, почему нет, нет ничего, наверное, идеального, поэтому обращение в техническую поддержку тоже имеет место быть. Но если задача у нас прошла успешно, да, мы получаем результаты сканирования, причем не в виде отчета, который получаем при стандартном сканере уязвимости, который вот живет этими отчетами, просканировали отчет, просканировали отчет, а так как у нас вся инвентарка хранится на сервере, по сути, задачи мы приносим информацию по инвентаризации, уже на сервере происходит у нас пересчет уязвимостей, и за счет этого мы видим результат по итогам нашей задачи. Какие есть рекомендации вообще к выявлению уязвимостей? То есть процесс выявления должен быть постоянным, не работает история, просканировали раз в год, а потом раз в месяц просканировали, еще что-то, все должно происходить на регулярной основе. Как минимум вы должны видеть динамику, что происходит у вас в компании в разрезе уязвимостей. Ну и делать фокус на трендовой уязвимости. Что такое трендовая уязвимость, мы обязательно поговорим чуть позже, прям сделаю на этом большой акцент, потому что не все понимают, что это такое. Как бы есть ложное понимание, что трендовая уязвимость, это высокая CVSS, и как бы все, на этом мы остановились. Но это не совсем так. Это все, вот этот весь процесс, он накладывается и на MaxPatrol.vm. То есть мы, помимо политик на значимость активов, можем назначать на SLA, о которых мы договорились с IT-департаментом. Сейчас мы переключимся на интерфейс опять продукта MaxPatrol.vm, и в интерфейсе я покажу политики, которые отвечают за контроль того самого патч-менеджмента. То есть мы перешли опять в ту же самую вкладку система политики и здесь выбираем вкладку уязвимости статусы уязвимости. Здесь у меня тоже сделано несколько примеров. Самый яркий пример это патч Tuesday, потому что он всем понятен. У операционной системы Windows, у вендора Microsoft есть так называемый патч Tuesday. Это патч по безопасности, который выходит каждый второй вторник месяца. И, соответственно, раз он выходит каждый второй вторник месяца, то после этого IT-департамент в тестовой зоне обкатывает данный патч. Мы проверяем, возможно, на сайте BDUStack, насколько это обновление безопасно для нас. Возможно, используем методологию NKCKI по принятию решений о патч-менеджменте, который тоже доступен в продукте MaxPatrol.vm в автоматическом режиме. Мы можем определить, какое ПО нам можно патчить в зависимости от выхода их обновлений. И, соответственно, назначаем это все на группу. Опять же, у нас динамическая группа Windows системы, которые, опять же, работают за счет фильтра. И мы указываем, что они будут уязвимости, которые попадают под эту политику, будут планово устраняться в течение одного месяца от даты публикации этой уязвимости. То есть, что это говорит? Как только вышла виндовая уязвимость, вышел патч Tuesday, мы договорились с IT-департаментом, что патчи-то не раз в месяц обновляют систему, да, значит, у нас уязвимости из бюллетеней Microsoft будут устраняться раз в месяц. Нам не нужно каждый раз после сканирования бежать и говорить, ребята, у нас уязвимости миллион, как бы давайте с этим что-то делать. Нет, мы будем говорить фактурой. За счет этой политики у нас будет вешаться плашка и справляется. То есть, все уязвимости, которые попадают под эту политику, они будут с такой плашкой. После того, как месяц прошел, мы, соответственно, будем видеть, что плашка поменялась и справляется, она требует уточнения. Далее у нас должна быть настроена задача, опять же, в автоматическом режиме, в расписании, в тех окна, что мы запускаем сканирование на актуализацию данных. И если уязвимость у нас осталась в инфраструктуре, то плашка требует уточнения, поменяется на просроченное. И вот здесь уже и начнется диалог с IT-департаментом. Когда мы не приходим и говорим отчет, 2000 страниц, миллион уязвимостей, читаем, устраняем. Нет. Мы будем говорить о том, что, ребят, вот три узла, там есть просроченные уязвимости, их пять штук, будет это отображаться, опять же, все на дефолтном дашбарде, вот здесь, как у меня новые, отображаются, так будут отображаться и просроченные. Мы видим, что на каком узле это все находится, это все кликабельно, можем отфильтровать, показать наш узел, показать эти самые уязвимости, только вместо статуса новой будет статус просрочено. И будем говорить уже конкретикой. Ребят, вот узел есть, его как, забыли просто, или давайте компенсационные меры можно применять. Если компенсационные меры, то мы переходим, опять же, в те же самые политики и создаем правила на исключение. Там, не знаю, есть у нас тестовый сегмент в IT, на который мы сразу ставим исключена, исключены данные уязвимости из нашего пула, из нашего внимания, потому что это низкий риск. И вот в течение года, давайте на это не будем обращать внимание, а через год посмотрим, может быть, пересмотрим наш подход. То есть, мы прям накладываем процесс управления уязвимости за счет политик, за счет постоянной актуализации данных на наш ассет менеджмент и управляем этим всем из одной системы. И если вернуться к презентации, то у нас следующий слайд будет про то, что выявление уязвимости в MaxPlat.lvm возможно без сканирования. Это как раз то, о чем говорил Миша ранее. То есть, мы за счет инвентарки, хранимой в продукте, нам нет необходимости каждый раз пересканировать на наличие тех или иных уязвимостей. Да, информация, естественно, будет актуальна на тот момент, как мы сканировали последний раз. Но тут вопрос, как часто у вас меняется информация об узлах. Опять же, тут есть политика, которая позволяет указать актуальность данных для аудита и для пентеста. И в первом приближении это все равно даст вам информацию о том, куда можно бежать уже сейчас. То есть, вам сразу выведет 5 узлов, и если это трендовая уязвимость, сегодня база обновилась, вам сразу покажет, на каких узлах она есть. После этого мы можем, естественно, запустить задачу на точное сканирование на конкретную уязвимость, или запустить сканирование полной инфраструктуры на все уязвимости. Но в этот момент мы уже можем общаться и строить диалог с IT-департаментом, что, там, не знаю, уточнение данных, да, в их CMDB-системе посмотреть, действительно ли там ничего не поменялось. Уязвимость присутствует на этих узлах за счет версионности программного обеспечения, которое там стоит. И мы уменьшаем вот этот срок на реагирование в нашей системе. Это как раз таки происходит с уведомлением, да, что у нас обновилась база, идет пересчет уязвимостей, и уязвимости пересчитаны. То есть, в уведомлениях мы эту всю историю видим. Если говорить про устранение уязвимости, как и все-таки устранять. Тут, наверное, ну, пути три. Первый, самый приоритетный, это патч-менеджменты обновления, да, но тут как раз таки мы прибегаем там и к оценке обновлений от стека, да, в буду стек и там к собственному мнению в своей экспертизе, возможно, к НКЦКИ, ну, и использовать другие инструменты. Если у нас первый пункт не работает, потому что, не знаю, там бизнес-система работает на операционной системе только с определенной версией ядра, на которой, вот, только на ней. Если мы обновим, то все, все перестанет работать. У нас еще есть два пути. Первый, это путь компенсационных мер, то есть мы принимаем риски, что данная система уязвима, там есть уязвимости. Мы ее, возможно, ставим на усиленный мониторинг, после этого мы ставим туда компенсационные меры, не знаю, по изоляции этого узла, там, не знаю, ставим, настраиваем правила на межсетевом экране, на фейерволе, там, ограничиваем учетные записи, количество пользователей, у которых туда есть доступ, и многое-многое другое. Если и этот путь не работает, то, соответственно, третий путь, он, наверное, не самый приоритетный, но, по крайней мере, рабочий. Это вывод самой системы из эксплуатации. То есть, если посмотреть сейчас на слайд, да, и запомнить вот эту информацию, что у нас три пути исправления уязвимостей, мы первый путь тоже делим на две части, как и говорил Миша ранее, это плановое устранение уязвимостей, и внеплановое, когда у нас есть трендовая уязвимость, и нужно бежать здесь и сейчас ее устранять. Как выглядит процесс поэтапно, да, мы начинаем, делаем там заявку на устранение, или с помощью интеграции с DeficDodge, с Jira через API-шку в MaxPatrol VM у нас заводится инцидент, соответственно, эта информация улетает в IT-департамент, мы как раз-таки выдаем рекомендации по устранению, вот как раз-таки вспоминаем три предыдущих шага, да, как мы будем устранять эти уязвимости. И тут мы переходим к следующему этапу, есть ли обновление. Да, приоритет, опять же, патчем. Нет, приоритет второй пункт, компенсационные меры, ограничения, усиленный мониторинг. Если вообще все плохо, то отказ от самого сервиса, возможно, его замена, опять же, импортозамещение, его никто не отменял, сейчас тем более, поэтому тоже как вариант. Если мы все-таки идем по первому пути, да, в идеале мы ставим обновление в соответствии с согласованным нашим SLA и теми политиками, которые мы настроили в MaxPatrol VM. После этого, естественно, мы закрываем заявку и данный этап у нас подходит к концу. И вот я уже несколько раз упомянул трендовые уязвимости, упомянул, что помимо планового устранения уязвимости у нас есть внеплановая. И стоит рассказать все-таки, что такое трендовые уязвимости. Трендовые уязвимости это действительно экспертиза, которую мы отгружаем вместе с нашим продуктом. Экспертизой занимаются там огромное количество людей у нас в Expert Security Center. Трендовые уязвимости это не просто высокой значимости под CVSS уязвимость, там огромное количество параметров, начиная от популярности вендора, заканчивая ее применимость в полях. Это то, чего не хватает в любой методике по оценке критичности уязвимости. Будь тот CVSS, будь методика FSTEC, причем отличная методика, которая ориентируется на коэффициент как минимум инфраструктуры, где у нас эта уязвимость присутствует. Но даже там нет такого критерия, как применимость ее в полях. А действительно ли ее злоумышленники сейчас эксплуатируют и пробуют через нее построить целенаправленную атаку, строить цепочку. И вот эту метрику как минимум тоже мы закладываем в трендовость той самой уязвимости. Причем уязвимость может выйти и месяц назад, а трендовость получить только сейчас. Это те уязвимости, на которые стоит свое внимание фокусировать прямо здесь и сейчас. Виджет у нас там выглядит следующим образом, и буквально с августа месяца мы подписываемся под определенным SLM до 12 часов на доставку таких трендовых уязвимостей. Опять, почему вообще, для чего это сделано? А сделано это по простой причине с помощью наших экспертов, аналитиков мы видим, что большинство критичных уязвимостей начинают эксплуатироваться после 24 часов, как появился эксплойт. Сканировать инфраструктуру после публикации официальной о наличии такой уязвимости вообще через 45 минут начинается. И вот в методичке в стек указано SLA на устранение уязвимости 24 часа. То есть довольно-таки в сжатые сроки и в жесткие рамки загнаны все ИБ-специалисты. И чтобы соблюдать этот срок 24 часа нужен еще срок, чтобы мы знали, что эта уязвимость у нас есть. И вот как раз-таки 12 часов мы сильно оптимизировали процессы внутри компании. Как нам так быстро доставлять эту экспертизу до наших клиентов. И мы действительно за 12 часов готовы доставлять трендовые уязвимости. Не просто готовы, а уже сейчас доставляем в Max Patrol VM, начиная с версии 26.1, которая у нас вышла в августе месяца. То есть если у вас есть Max Patrol VM, там есть виджет трендовой уязвимости, как только появилась особо опасная уязвимость, за 12 часов она будет у вас. И у вас останется еще 12 часов, чтобы попасть в тот самый SLA. А это может быть как минимум одна из метрик усовершенствования нашего процесса. Сколько трендовая уязвимость у нас живет в инфраструктуре или как соблюдаются наши договоренности с IT-департаментом по их устранению. Вот. Это я сейчас рассказал все про процесс управления уязвимостью. Постарался кратко, но на самом деле информации еще много-много, но тут мы тоже сделаем определенный финт ушами в конце нашей презентации. А сейчас я, наверное, передам слово Миша. Спасибо, Паш. Да, и переходим к следующему этапу. Как Паша говорил, уязвимости должны устраняться в определенные сроки, и нам нужно не только их устранять, эти самые уязвимости, но и контролировать, что сроки вот эти вот, которые мы установили, они соблюдаются. И что тут важно, что позволяет нам сделать MaxPatrol VM? Он позволяет установить конкретные сроки, на какое время должны устраниться уязвимости, на каких активах, в зависимости от значимости не только уязвимости, но и значимости активов, на которых эти уязвимости были обнаружены. Причем мы это можем делать, как Паша показывал, не только вручную, прям по каждому активу или по каждой уязвимости, но и настроить политики, а именно определенные фильтры или признаки, по которым все вот эти сроки будут распределяться на каждую конкретную уязвимость и контролироваться. И система вам будет сама подсвечивать, какие уязвимости были устранены в срок, а какие были просрочены или на данный момент не устранены. и также вы сможете увидеть, как на экране на дашбордах, сколько у вас уязвимостей на данный момент просрочно или, кстати, на определенный момент времени вы тоже можете выбрать или сколько уязвимостей было устранено. Средить за графиком устранения и контролировать, что у вас процесс по устранению построен корректно, он выполняется и ваши договоренности с IT-подразделением выполняются. В случае, если вы видите, что они не выполняются, то вы сможете уже принять меры договориться еще раз с IT-департаментом или как-то перестроить процесс, чтобы те SLA, которые вы установили на сроке устранения, они выполнялись. Дальше. Помимо того, что мы должны находить уязвимости в конкретном ПО и это могут быть какие-то ошибки в разработке ПО, откуда появилась уязвимость или в проектировании этого программного обеспечения, также уязвимости считаются неправильно или некорректно настроенная система или ПО. В случае даже, если вы устранили все версионные уязвимости, обновили ПО, поставили патчи, но при этом у вас некорректно настроен на периметры веб-сервер, у которого задан стандартный логин и пароль для подключения к базе данных и это все еще и торчит наружу по какому-то порту, который вы не закрыли, то устранение даже всех CVE на вашем активе вас не спасет. Также должно быть корректно настроено само ПО или операционная система, в которой это ПО установлено. И поэтому MaxPatrol VM включает специальный модуль, который мы предварительную выпускали в декабре прошлого года и полноценную уже выпустили этим летом. Включает конкретные стандарты с самыми важными, с самыми критичными требованиями, которые должны выполняться на ваших активах, при соблюдении которых вы можете гарантировать то, что вы в безопасности, то есть вы устраняете там версионные уязвимости и помимо версионных конкретно правильно настраиваете эти активы и ПО, которые находятся внутри этих активов. И Паш, давай я передам слово тебе. Да, в принципе, если говорить опять же про compliance, то это тоже не работает так, что мы просто взяли какую-то систему, в которой есть функционал проверки на compliance и начинаем что-то проверять. В идеале вообще это составление своего стандарта, тот, который необходимый и релевантный будет вам. Мы смотрели статистику, общались со многими клиентами по поводу стандартов тех же CIS, которые в Max Patrol 8 применяются. Мы видели, что на 100% CIS выполнить невозможно, потому что есть и противоречивые друг другу требования. Чаще всего их используют для того, чтобы создать свой стандарт. И как мы видим процесс внедрения своего стандарта. Чаще всего это два ключевых лица, IT-специалисты и ответственные за compliance, которые также договариваются о взаимодействии. Принимается определенный регламент принятых стандартов, то есть формируется определенный список. После этого мы выбираем стандарт из регламента, определяем правила и задачи по работе с такими стандартами. После этого мы проверяем их в соответствии наших активов данному стандарту, проводим траблшутинг, если он есть, то есть составили мы некорректные требования, там, не знаю, для них указали требования на подключение кодэ, хотя они у нас естественно в домене не будут находиться там условно, или еще какой-нибудь параметр. После этого там его модернизируем и стандарт внедряем. Ну, соответственно, тут тоже необходимо регулярно контролировать соответствие стандартам. Здесь у нас будет уже три ключевых лица. Это ответственный за комплайнс, IT-специалисты, руководители отдела ИБ. То есть мы проверяем актива на соответствие стандартам. Если какой-то актив не соответствует тем или иным требованиям, мы передаем отчет в IT-специалиста. Он устраняет там в согласованные рамки, опять же за счет политик, за счет стандартов в MaxPatrolVM это все можно сделать. Я сейчас после этого слайда покажу. И, соответственно, далее мы подготавливаем новые стандарты и модифицируем существующие, так как, опять же, введя определенные метрики на оценку нашего процесса, мы можем его совершенствовать. И давайте сейчас перейдем на демонстрацию экрана, на демонстрацию продукта. Я покажу вкладку стандарты, во-первых, да, тут есть дефолтные стандарты из коробки PTA Essentials, которые там отвечают за все ключевые системы. Есть и для отечественных операционных систем, такие как Generic Linux, да, требования. Есть вообще стандарт на соответствие безопасности ядра Linux, это вот и методика в стек, по которой выходила. И тут, на самом деле, в этом стандарте 7 лет экспертиза от человека, который прям занимается детям профессионально. На самом деле, еще можно и переопределять, да, эти все требования, то есть, менять те ключевые параметры, на которые эти требования опираются. И можно создать свой. То есть, мы можем импортировать за счет YAML файла, шаблона, мы редактируем, создаем свой стандарт из существующих требований, меняем, там, не знаю, длину пароля, да, было 10, стало 14, или наоборот, было 14, стало 10. И за счет этого, после составления своего стандарта, мы переходим во вкладку политики и назначаем его на те или иные хосты. То есть, то же самое с помощью, там, динамических или статических групп, мы накладываем этот стандарт на соответствующую машину. А после этого мы также добавляем SLA, в течение которого будет исправлено несоответствие тому или иному стандарту. Также с помощью вкладки актива, с помощью дефолтных запросов мы можем, там, не знаю, отобразить активы с несоответствием требований. Здесь у нас ошибка какая-то была, видимо, некорректный запрос составлен. Давайте я его сброшу. Да, сбросил, есть у нас узел, есть требования, мы можем посмотреть те требования, которым мы не соответствуем, раскрыть само требование, почитать, что это за требование, как это можно исправить, в какую политику у нас попадает, под какой SLA, и, соответственно, контролировать это самоисправление. Здесь тоже плашка будет меняться, новая на просроченная, просроченная она требует уточнений, либо ждем исправлений, то есть все по процессу тоже может идти. И мы, соответственно, контролируем просто устранение не соответствует тем или иным требованиям по безопасности. А сейчас давайте, наверное, подытожим все, что мы проговорили, перейдем к презентации, и, Миша, наверное, давай пройдись по пунктам, про которые мы поговорили, просто так кратко подытожив всю нашу презентацию. Окей, смотрите, изначально мы проводим инвентаризацию инфраструктуры, понимаем, какие активы, где находятся, следим постоянно за появлением новых активов и определяем каким группам, причем, как мы обсудили, вручную или автоматически, каким группам эти активы относятся. Можем выставлять и выставляем значимость этих активов или прям сразу при попадании в эту группу с помощью политик как раз выставляем, что те или иные активы имеют высокую, среднюю или низкую значимость, чтобы впоследствии уже приоритизировать устранение уязвимости на этих активах. Окей, провели инвентаризацию, понимаем, какие активы есть, какая у них значимость, выявляем сами уязвимости и система, как Паша говорил, делает это автоматически, причем при обновлении базы данных наших об уязвимостях, она в целом бывает, что обновляется несколько раз даже в день, мы пересчитываем уязвимости на уже просканированных активах, то есть вы получаете в максимально сжатые сроки свежую информацию о том, какие уязвимости у вас на каких активах находятся. И в случае появления трендовых как раз можете в момент, прям как только они появились, сразу понять, на каких активах трендовые присутствуют, если среди активов есть важные для вас, то в максимально сжатые сроки, а-ля в те самые 24 часа начать и устранить эти самые уязвимости. Помимо этого, система позволяет с помощью тех же самых PDQL запросов управлять значимостью той или иной уязвимости. Паш, ты, мне кажется, говорил про методику в стек, в том числе, где есть определенная формула для расчета критичности уязвимости, то есть мы поддерживаем как базовую CVSS оценку уязвимости, также прям из коробки есть возможность использовать ту самую методику стек, которая по формуле посчитает критичность уязвимости на вашей системе, на активах, которые относятся к вашей информационной системе и прям выдаст список отсортированный, приоритизированный, в каком, какие уязвимости наиболее важны для вас и вы уже можете для них выставлять сроки устранения и эти уязвимости собственно устранять. помимо этого система позволяет контролировать что сроки за которые вы устраняете уязвимости они соблюдаются выдавать прям и показывать прям здесь на дашбордах статус устранения и динамику устранения позволяют следить прям в тех разрезах за уязвимости которые нужны вам, то есть если нужно в общем виде можно посмотреть на динамику устранения уязвимостей в целом либо с разделением на ту же самую значимость или с разделением на виджеты где вы конкретно по важным для вас группам следите отдельно за устранением этих уязвимостей контролируйте что сроки по их устранению соблюдаются хочешь что-то добавить да наверное я уже просто перейду к чек-листу к такому краткому по которому можно прям пройтись перед построением процесса и во время его построения первым мы должны согласовать SLA на патч менеджмент 100% после этого мы принимаем плановую и ручную обработку уязвимости в зависимости от их критичности далее мы задаем критерий для определения важных уязвимостей то есть по какой методологии мы будем применять как мы будем оценивать наши уязвимости которые будут присутствовать в инфраструктуре после этого мы ориентируемся на количество просроченных уязвимостей за счет первого пункта то есть когда мы согласовали SLA которые у нас не попали под этот срок не были по какой-то причине устранены и соответственно в идеале просроченные уязвимости у нас должны устраняться быстро и мы сейчас там вроде бы 50 минут говорили да про процесс управления уязвимостей но про него можно говорить еще огромное количество времени поэтому наверное давай расскажем про такой финальный слайд я передам слово Мише про курс я наверное расскажу еще да ребята мы в октябре запускаем курс в котором прям конкретно расскажем как построить эффективный процесс управления неуязвимостями чтобы реально защититься то есть мы разберем как теорию так и будет конкретная практика будут прям развернуты стенды для каждого участника где можно будет на реальных примерах пройти те или иные кейсы корректно настроить свой процесс так чтобы вы в итоге действительно были защищены мы прям разберем за это время конкретно ваши кейсы если у вас в процессе выполнения заданий будут появляться вопросы и или разберем прям конкретные выполнения задачи насколько хорошо она выполнена в том или ином случае то есть прям ваши ваши работы то что вы сделаете в результате практику прослушайте теорию выполните задания и мы будем разбирать приводить примеры где это сделано хорошо где что можно улучшить и будем давать свои рекомендации как это построено у нас как в целом мы к этому процессу подходим там будут присутствовать как мы с Пашей так и большое количество экспертов в том числе внешних которые поделятся своей экспертизой и расскажут как эффективно строить процесс управления уязвимостями поэтому по QR-коду сканируйте будет доступен бесплатный модуль который можно будет посмотреть и также можно будет записаться на этот курс пожалуйста переходите записывайтесь ну и тут наверное я тоже добавлю раз мы уже начали говорить про курс про управление уязвимостями в эту пятницу у нас стартует новый подкаст по управлению уязвимостями уже снято несколько выпусков в основном это будут приглашенные эксперты из наших клиентов из интеграторов даже из клиентов которые там строят процесс управления уязвимостями там с помощью open source и много чего другого интересного поэтому в пятницу он будет доступен там на всех подкаст площадках и на ютюбе в видеозаписях вот поэтому ссылочки там будут у нас актуальны в телеграм канале подписывайтесь на телеграм канал в принципе все наши qr-коды сейчас на слайде представлены и давайте наверное будем переходить к вопросам вопросов я видел огромное количество но также я видел что нам некий александр помогает отвечать на многие из них мы будем стараться так как время у нас ограничено попытаемся ответить на все возможно не так развернуто да но по крайней мере кратко постараемся ответить на все вопросы первый вопрос здравствуйте где можно взять полноценную тестовую версию программы на 1-3 месяца для полноценной оценки программного обеспечения соответственно дальнейшего приобретения можно обратиться к менеджеру можно перейти на сайте во вкладку попробовать там как-то так ввести соответственно свои данные и к нам придет отбивка на почту по которой мы там заведем заявку да предоставим вам дистрибутив и лицензию тут никаких ограничений нет если в организации есть VM нужен ли отдельный еще сканер если речь про max patrol VM то нет в сканер уязвимостей он присутствует в системе по управлению по управлению уязвимостями то есть в max patrol VM это как следующее поколение развития max patrol 8 не нужно ничего дополнительно покупать если на самом деле многие практикуют когда и несколько сканеров да используется потом где-то это агрегируется ну почему нет есть ли какие-то рекомендации по оценке необходимости возможности установки обновлений по методике того же в стек если говорить про методику в стек в части там что обновление проверено и так далее к сожалению нет в продукте такой интеграции нет но мы думаем об этом сейчас у нас там будет в этом году миш поправляй меня если я ошибаюсь должны появиться ссылки на патча прямо из паспорта уязвимостей и в теории когда мы дотащим этот функционал там на все системы в принципе можно будет подумать за счет интеграции через запись буду в стек поставить там галочку approved в стек то есть такая идея есть мы хотим эту историю идти но это пока постепенно сейчас мы там подписаться под этим не можем но в эту сторону смотрим давай я следующий вопрос задел можно ли создать гибкий отчет pdf например уязвимостей по уровню от 7 и выше да можно как Паша показывал на экране можно отфильтровать с помощью педикель конкретно уязвимостей причем если для вас важно прям в определенных группах активов которые нужны и с помощью виджета добавить в отчет или разных виджетов то есть в том числе это можно прям туда вывести как списком с нужными вам полями которые есть в системе по уязвимостям также и в том числе добавить в pdf отчет график по устранению или какие-то детализации у нас есть разные способы детализации по моему в документации про это в целом можно почитать да вот так что да ответ можно в м можно ставить задачи по уязвимостям да как паша мне кажется тоже показывал можно создать задачу на основе одного из профилей где конкретно указать какую уязвимость в инфраструктуре мы хотим найти и в этом случае система ну конкретно проведет сканирование с попыткой обнаружения вот этой конкретной уязвимости в инфраструктуре далее большой вопрос на самом деле я его прочитал не знаю зачитывать его или нет надеюсь там многие пользователи которые нас сейчас смотрят они его тоже прочитали вся проблема в том да что ну тут что описано если кратко то просканировали нашли уязвимость вроде бы ее пропатчили сканируем снова она у нас есть как так может быть первые обращались в техническую поддержку они рекомендуют в режиме аудит сканировать я вот ну без логов там без всего остального наверное сейчас не смогу дать ответ да я могу предположить просто некоторые варианты и дать определенные рекомендации первое почему так может быть информацию по наличию уязвимости в том или ином патче мы определен точнее мы берем с определенных ресурсов если это RedHut у RedHut есть хороший овал описания уязвимостей который мы там используем для добавления детекта в Max Patrol VM если в овал допустим это не было добавлено а вышел какой-то патч на закрытие этой уязвимости и там говорит что она закрывается мы не берем странички информацию по огромное количество мы берем оттуда куда вендор публикует эту информацию в данном случае овал формат поэтому может быть так что в овале этой информации нет а там она есть в этом случае вы можете просто исключить ее на время а потом вернуться к ней если вы уверены что действительно она закрыта и так далее если там действительно какая-то ошибка и не знаю в овал формате тоже есть эта информация пришлите номер инцидента своему менеджеру давайте просто проработаем данный инцидент в приоритетном порядке мы рассмотрим его с другой стороны не только в развитии линии технической поддержки посмотрим со стороны экспертов еще что же не так с этой уязвимостью почему так может быть возможно опять же конечно логи потребуются скорее всего да вот но нужно разбираться честно там ответить сейчас к сожалению на такой большой вопрос мы наверное не сможем давай следующий вопрос заберу тут уже Евгений нам помогает отвечать импорт активов возможен только из ПТСМ и асосторонних значит да из Макс Патрал СМ импорт активов от ДТК активов реализован автоматически ничего не надо делать если у вас есть СМ то он сразу заработает можно ли со сторонних да можно но вам нужно написать интеграцию у нас есть API оно открыто есть документация на API на это самое и можно реализовать вот эту вот интеграцию когда вы в API прокидываете просто информацию об активе он в Max Patrol VM у вас будет автоматически появляться либо как Евгений тоже упомянул можно импортировать из CSV файла да можно вообще в ручном режиме даже заводить следующий вопрос можно ли сделать импорт узлов из AD скриптом как в MP8 тоже спасибо Евгению есть возможность сканировать ну создать задачу на собственно регулярное сканирование AD откуда будет автоматически подтягиваться информация об активах ну тут видишь Александр говорит неудобно особенно когда 10к плюс узлов я может не так просто понял там же задача просто на AD у вас направляется она сканирует один узел приносит вам информацию но в теории даже в теории можно и с криптом просто не тем который был в MP8 опять же нужно написать скрипт который через API вам эту информацию притащит но мне кажется это тяжелее чем использовать готовый профиль слушай ну там есть история ты можешь прям на AD направить чтобы он подтянул у тебя всю информацию там прям профиль есть Windows Active Directory да это так я честно не помню и вы просто направляете его на конкретную AD и он вам информацию приносит то есть этот скрипт по сути есть он зажит профиль и вам нужно его назначить на задачу где взять параметры работы различных сканирований VM нагрузка на сеть чтобы эти подразделения могли прикинуть нагрузку на сервисы отличный вопрос он на самом деле не первый раз к нам попадает мы уже провели у нас были параметры да какая нагрузка на сеть но она была такая знаете не не настоящее исследование скажем так было проведено сейчас провели большое крупное исследование на лаборатории там в несколько потоков проводили сканирование какая нагрузка идет на сам хост и на сеть сейчас я просто видел эту страничку она выглядит как Миша мне как-то написал тянет на кандидатскую работу какую-то там вот там не особо человекочитаемая ну для обычного пользователя сейчас ребята готовят ее для передачи техписом и занесут позже в документацию там можно будет посмотреть всю эту информацию то есть сейчас оно уйдет техписов и потом будет доступно на портале то есть да кто не знает у нас help.potasecurity.com онлайн портал технической документации на все наши продукты давай дальше какими минимальными правами для сканирования должна обладать учетная запись пользователя ну опять же Евгений нам помогает да требуется действительно админская но важно сказать мы во-первых выпустили не так давно ну в августе историю labs где вы можете интегрироваться с labs и в случае сканирования виндовых машин вы на каждую конкретную машину получаете уникальный пароль для подключения к этой машине в случае даже если учетные данные для конкретного вот этой учетки на этой машине у вас злоумышленник каким-то образом компрометирует то это не даст ему возможность распространяться дальше по сети и вы ну получите возможность грубо говоря понять что вот конкретно вот эта учетная запись у вас утекла и на конкретно вот этом активе что-то с ним сделать но опять же даже те же пароли они регулярно обновляются то есть labs позволяет настроить политику как часто меняется пароль и по сути для каждого сканирования у вас будет получаться практически там новый пароль на каждое отдельное сканирование дальше вопрос как интегрировать VM и 5NAT если не ошибаюсь у нас есть документация по интеграции надо с MaxPatrol CM но она от VM не будет отличаться потому что база платформы MaxPatrol 10 она такая же нужно просто уточнить я посмотрю но вроде бы это так тут опять же Евгений также нам помогает с ответами на вопрос тут отдельное спасибо Евгению и Александру два человечка которые нас сегодня разгружают добрый день когда агент на Linux может проводить аудит Windows ну давай я немножечко раскрою должен был позавчера чуть-чуть съехало потому что есть стоп-баг который не должен попасть в сборку потому что если он будет находиться не пройдет корректное обновление или еще что-то в зависимости от стоп-бага ожидаем прям в первой неделе октября чуть ли не на этой неделе там должен появиться 26.1 hotfix1 сборка где будет доступен Linux агент который сможет проводить аудит винды и определенное количество пинтестовых чеков но и как правильно отвечает Александр у нас по-прежнему есть виндовый агент поэтому никто не запрещает к линуксовому ядру подключить виндовый агент который также будет сканировать если вы еще и придете к нам на PSD позитив security day который проводится 9 октября или посмотрите онлайн вы узнаете еще про несколько способов как можно получать аудитную информацию информацию об уязвимостях с помощью там различных интеграций давай я следующий вопрос заберу а если изменилась конфигурация актива или наборы уязвимостей на нем можно уведомление настроить или только изменение динамической стат группы смотрите во первых мы планируем дать возможность там в следующем году подписаться на конкретно появление уязвимостей или на изменение конфигурации на определенные триггеры да 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 и это появится в следующем году но уже сейчас можно настроить подписку на изменение в конфигурации с помощью API там есть определенные инструкции в документации где можно получать изменения с момента вашего предыдущего запроса то есть вы скажем сделали интеграцию через API где указываете по какой группе активов вы хотите получать изменения в том числе изменения по уязвимостям и следующий ваш запрос то есть вы можете не знаю настроить через API регулярно приходить в систему там скажем раз в час и спрашивать а появились какие-то изменения изменилась ли конфигурация или появились ли уязвимости и вам система отдаст только вот эти самые изменения что же с прошлого раза появилось нового или там убралось изменилось вот это уже прямо сейчас поддержано в целом пожалуйста если кому-то нужно интегрироваться на эти истории это спокойно делается через API есть документации да я предлагаю нам немного ускориться потому что времени все меньше а вопросов все больше имеется планируется ли API для передачи уязвимости в класс ARP SGRC API есть информацию эту можно вытаскивать там с классическими популярными ARP системами в России такие как AirVision Security Vision интеграции есть сетевое оборудование периферийное VM видит да видит Евгений ответил спасибо я думал я думал немножко пропустим имеется спланируется ли API для передачи уязвимости и результатов отработки compliance но в целом уже сейчас можно через те же самые педикель запросы через API в принципе да в API можно вот все что педикелем можно вытащить через API можно вытащить у нас API сейчас там открыто она зафиксирована но в идеале она до конца года еще будет наполняться 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 и в теории мы хотим сделать так чтобы через API можно было сделать все что можно сделать в UI да спасибо Паш но опять же ответ можно ту же самую историю использовать что и с обычными уязвимостями подписываться на конкретные изменения и в целом это рекомендуемый вариант чтобы вы систему постоянно не запрашивали одну и ту же информацию получаете именно изменения и в документации там прямо по-моему первый пункт про это следующий вопрос мне нравится слушай ну давай когда сделаете в ВМ нормальный отчет как в МПО 8 спасибо Александру он спросил что же это имеется ввиду но я в целом могу ответить предполагается наверное отчеты в формате Excel с возможностью там заведения шаблонов и у нас XML Json и вот это вот все и у нас даже в публичном равмапе это есть ну и планируем выпустить это в этом году до конца года да ну и тут тоже нужно понимать вопрос действительно задан корректно что значит нормальный если мы говорим про то что там какие-то определенные там не знаю отчет по задаче как я говорил ранее да этого сейчас просто не требуется но у нас опять же посмотрите несколько вебинаров назад был вебинар прям по отчетам там много примеров приводили но и вот тут опять Максим уточняет XML с группировкой и так далее не PDF да это будет до конца года мы на по HD это уже показывали на самом деле функционал имеется ли функционал по сканированию Unix-like систем если нет то когда появится спасибо Евгению да поддерживается есть документация и на хелпе расскажите пожалуйста подробнее про поиск конкретной уязвимости с помощью добавления профиля сканирования как потом узлы с этой уязвимостью увидят в инфраструктуре через создание динамической группы через создание динамической группы через PQL у вас меняется дата обнаружения уязвимости можете отфильтровать по дате там не знаю покажи мне все уязвимости которые были найдены за предыдущий день или там за неделю вот с помощью PQL это все можно настроить и с помощью дефолтных запросов давай следующий на 25 версии была получена рекомендация не использовать множество динамических групп как в 26 версии обстоят дела с этим функционалом смотрите динамическая группа предполагает что секунду перебью тебя давай уточним что такое множество динамических групп множество это прям больше 100 наверное да объясню почему потому что они каждый раз там на любой чих у тебя пересчитываются но сейчас расскажи как обстоят дела сейчас смотри да спасибо что рассказал то есть по сути при там практически любом изменении как только вы провели сканирование или не знаю вручную ввели информацию с пассивным детектом еще как-то какая-то информация о каком-то активе поменялась по всем вашим группам система должна отработать и понять этот актив там в нее попадает теперь не попадает или в целом какой состав у той или иной динамической группы и спасибо опять же ты сказал ну прям сильно большое количество что будет предполагать что система постоянно по всем вашим активам а допустим у вас там 10 тысяч плюс и так далее должна регулярно там чуть ли не моментально пересчитывать вот эту всю инфу естественно это будет систему нагружать и в какой-то момент там это не безграничная история предполагается что нужно осознанно к этому относиться по любому чиху она же пересчитывается как Миша сказал у нас в среднем сейчас база уязвимости обновляется три раза в день вот представьте как минимум три раза в день каждая динамическая группа у вас будет пересчитываться это если у вас даже не стоят если сканирование то задачи даже не стоят то есть прям реально на любой чих идет пересчет да ну смотри что мы добавили во-первых мы пересчет оптимизируем регулярно и он становится быстрее а также в предыдущей по-моему даже версии мы добавили возможность включить вот этот пересчет чтобы он срабатывал не на каждое изменение а в определенный момент да и в целом вы можете для себя этот способ использовать то есть если вы понимаете что вы хотите огромное количество дин-групп то возможно вам подойдет вот эта оптимизация когда пересчет идет не на каждый чих а скажем хотя бы там раз в пять минут или раз там в десять в час ну насколько это критично для вас иногда в целом не имеет смысла моментально это все пересчитывать достаточных там даже раз в сутки в каких-то кейсах бывает достаточно и в этом случае заводите сколько хотите динамический групп при переходе с версии на версию база остается или надо отдельно сохранять если база активов то естественно мы делаем процесс миграции остается если ну бэкапы никто не отменял как минимум бэкапы самой системы да так можно отдельно выгрузить в ямликах вроде бы все свои активы и потом их подгрузить заново ну на всякий случай все может быть опять же никто не застрахован от того что что-то упадет когда появится возможность в одной задаче сбора использовать несколько профилей аналогично с mp8 мы по-другому решаем эту историю в ближайшем в этом году появится возможность сгруппировать задачи и в том числе там запускать их множественным выбором останавливать и так далее когда появится нормальный планировщик задач ну опять же корректный вопрос что же имеется ввиду под нормальным но я тут прокомментирую что мы в этом году во-первых расширяем более гибко становится расписание которое вы можете настроить там даже лучше чем в mp8 и также появляется возможность задать окна сканирования в которые должна задача выполнить когда она будет на паузу ставиться когда вем будет сканировать на соответствие стандартам compliance как в mp8 видимо вопрос задавался еще до нашей демонстрации но тут и Александр ответил хост compliance control есть он уже вышел причем он выходил у нас в двух итерациях версии mvp 0.5 31 декабря 22 года и в августе вышла уже версия 1.0 коммерческая всем доступным можно запрашивать тестировать и обновляться с какой где именно с какой версии нужна отдельная лицензия отдельная лицензия нужна на количество активов на которые будет распространяться compliance с какой версии с версии 26.1 на CIS умеет сканировать и отчеты как говорил ранее CIS сканировать не умеет потому что ну CIS большой стандарт его постоянно нужно поддерживать и выполнять его на 100% никто не будет чаще всего его используют для написания своего стандарта сейчас свой стандарт можно описать за счет собственных требований но наверное раскроем немного карты да к ПХД появится инструмент который позволит писать свои даже требования то есть это будет ну определенный инструментарий пишем свои требования и составляем свой стандарт давай наверное побежим по уже ну по точечным вопросам какие-то может быть потом письменно ответим давай попробуем ну вот смотри хороший вопрос уточнить пожалуйста возможно ли где-то получать списки уязвимостей которые приходят с обновлением новых ревизий с помощью ПДКЛ можно по таймингу можно отфильтровать по таймингу да как уязвимости которые в целом новые появились о которых мы ну которые мы имеем детектировать так и в целом новые уязвимости на активах которые были обнаружены я предлагаю еще которые у нас короткие слушай как быстро в базе появляются да ну вот один из меня нравится вопрос ты просто берите которые прям интересны как быстро в базе появляются уязвимости типа zero day если это именно трендовая уязвимость которую мы понимаем что она сейчас эксплуатируется она важная ее надо как можно быстрее устранять то в течение 12 часов да напомните еще раз в какой версии появилась складка стандарт в 261 для расчета рейтинговой уязвимости с помощью ПДКЛ вот если взять эту формулу расчета как стек ее можно кастомизировать под себя использовать любые параметры актива уязвимости ну тут наверное стоит добавить просто мы про это не говорили или говорили методика расчета по стеку она в коробке есть опять же с версии 26.1 по дефолту присутствует там формула которую можно кастомизировать под себя если у вас стандарты безопасности под отечественные продукты сейчас под отечественной операционной системы да есть это как generic linux так и kernel linux будут еще прям отдельные под каждый из этих там операционных систем и там планируем работаем со многими вендорами да чтобы добавить их стандарты в коробку у нас до конца года еще стандарты будут пополняться и на следующий год тоже определенный roadmap есть поэтому естественно мы видим там процесс импортозамещения и делаем на этом тоже большой акцент так как создать свой стандарт есть описание шаблона ну собственно в данный момент можно его собрать с помощью этого ямла из-за существующих требований в следующем году и так далее на задаче сбора данных как только у нас появится группировка можно будет указывать какой группе у кого есть доступ на группу активов можно доступ раздавать уже сейчас функциональность такая есть тут несколько вопросов я их объединю в один тут много чего касается сколько стоит продукта сколько стоит лицензия сколько стоит техническая поддержка сколько стоит курс к сожалению на эти вопросы у нас ответов нет потому что мы там ну за ценообразование ничего из этого не отвечаем поэтому если ценник на продукт техническая поддержка это к менеджеру да либо к интегратору если про курс там если не ошибаюсь после того как вы форму заполните после публикации первого ролика там будут доступны какие-то цены. Вот, вроде бы так, у нас пока, ну, мы за это не отвечаем, поэтому точнее, наверное, не сможем ответить. Смотри, хороший вопрос. ВМ делает виджет по уязвимостям для создания отчета. Если узлов больше 50-100 и уязвимостей не 1-2, то отчет не создается и зависает. Планица доработка в этой части. Смотрите, скорее всего, вы используете отчет с детальной информацией об уязвимости и в случае с таким отчетом бывает даже так, что на один актив при детальной информации во всех уязвимостях отчет выходит в больше, чем 1000 страниц. Если вы его запускаете на 50-100 активов, то этот отчет, он разрастается до 50 тысяч страниц. У вас, ну, скорее всего, просто система такой объем данных уже не переваривает. И, ну, то есть, надо осознанно подходить, для какого количества актива, какой отчет вы создаете. Выключите вот эту супер детализацию, либо, если вам нужно сверх детализацию, то по конкретным там 1-2 активам действительно надо отчет выпускать. Помимо этого, можно использовать грид активов с помощью PDKL, сформировать именно тот список с теми полями, который вам нужен по тем активам и выгрузить его в CSV, там, кнопочка справа внизу. И при этом в этом году появится возможность в Excel это все выгружать. Вот для большого количества активов еще очень хорошо подойдет вот эта возможность с выгрузкой в Excel. Тут есть много интересных вопросов. Первый. Можно следующий вебинар на реальной системе показать в разрезе процесс без конфиденциальных деталей. У нас прям отдельный пункт. В нашем курсе наш коллега Олег Сенченков рассказывает, как построен процесс управления уязвимостями в компании Positive Technologies на основе MaxPatrol VM. Вот. ДЛП и КСЦ при сканировании МП детектируются как сетевая атака. Какой из СЗИ может блочить источник сканера МП? Любое, которое видит, когда у вас пользователь лезет туда, куда, наверное, не нужно. Для этого в документации есть рекомендации по внесению учетной записи в исключение. Вот. Тут, на самом деле, ответ простой. Так, так, так. Как получить котейку на клику с котейкой, как на ноутбуке? Тут, ну, наверное, сходить, да, на какие-то оффлайн мероприятия, написать своему менеджеру, либо интегратору, с которым работаете. Я думаю, этот вопрос там можно решить. Слушай, вот здесь хороший вопрос. Скорее всего, про отчеты. Нужно сильно доработать кучу разных настройок, добавление групп, сделать поиск. Ну, короче, да, возможность создания отчета сделать более удобно, и мы в целом в эту историю идем. Хотим сделать, чтобы отчет можно было создать просто по выбранной группе. Опять же, Excel, вот эти отчеты с шаблонами заранее заложенными. И даже, там, немножко под раскрою, возможность заведения неких, там, конфигурируемых параметров, которые будут применяться, там, на все виджеты внутри вашего дашборда или отчета. Ну, мы потом отдельно... Ну, тут еще под раскрыть тоже, видишь, функции поиска групп отсутствуют. На самом деле, уже присутствует 26.1, вот я когда показывал... Ну, ты, скорее всего, про активы. Вероятно, в каком-то месте, я, правда, не уверен, мне кажется, там должно быть, отсутствует поиска внутри настройки виджета. Хотя я сомневаюсь, мне кажется, там было. Но давай проверим, поинт хороший, мы появились удобства создания отчетов, точно развиваем, и прям большой фокус на эту историю есть. В этом году станет прям кайф. Так, что-нибудь еще есть? Так, так, так. Когда ожидать фильтр по проведению частичного аудита ADN на большой инфруктуру? Инфраструктура, значит, падает до конца года вроде заедет, да? У нас, помнишь, фича такая была. Да, мы хотим это все доделать. Смотри, следующий хороший, сложный кастомный запрос по уязвимости, который пытаюсь выгрузить в Excel, страница виснет, ограничение в 10 тысяч строк, та-та-та, страница брауза даже не тянет. Ну, во-первых, ограничение в 10 тысяч строк можно снять, лимит 0 с помощью педикеля, оно все выгрузится. Ну, сложный запрос, опять же, можно, наверное, написать там, спросить. Тут рекомендация, всякие большие отчеты такие прям огромные, их проще всего выгружать через опишку, они быстрее отрабатывают, потому что там не используется функционал взаимодействия фронта с бэком, у вас сразу с бэком все тащится в конкретный файл. В теории мы сейчас, там мой коллега пишет кли для управления системой MaxPatrol VM через API. Если он успеет там в течение месяца-полутора его подготовить, мы прям сделаем отдельный вебинар, скорее всего он будет где-нибудь в декабре. Мы в это целимся, если не успеет, то в начале года, там, ну, где-нибудь в феврале вот так сделаем. То есть, и там мы покажем много функционала, которые можно делать через API. И вот эту вот кли-систему всю мы выложим на наш сайт addons.ptsecurity.com, да, на котором уже сейчас там есть и SDK для API-шки, но саму кли мы тоже туда добавим и покажем много кейсов по работе через API с MaxPatrol VM. Все. Где именно можно послушать ваши подкасты про управление уязвимостями? Подкаст еще не вышел, следите за анонсами в наших социальных сетях. Будет доступ на всех подкаст-платформах и на YouTube. Аня, спасибо. Максим, вот мы выводили QR-коды, да, на чат в Телеграме. В принципе, там пост будет. Если не ошибаюсь, он выходит у нас в пятницу, сегодня вторник. То есть, в ближайшие дни, там, завтра, послезавтра, может быть, сегодня появится анонс. А давай еще раз QR-коды выведем быстрее. Да, можно вывести QR-коды, чтобы все еще раз увидели. Опять, есть чат продукта, есть страничка на хабре, есть просто группа с PT Product Update, где вся информация по нашим продуктам, когда выходят какие-то вебинары и так далее. Ну и, соответственно, QR-код на курс по управлению уязвимостями. Опять же, повторюсь, вся запись будет доступна, ссылку вышлем. Просто чуть-чуть нужно подождать, там, буквально день-два. Вот, вопросы старались ответить на все. Извиняемся, на которые не ответили. Это не то, что там вредные вопросы, да, мы не хотим на них отвечать. Наоборот, старались выбирать всякие сложные вопросы, да, и вредные. Просто, ну, все не охватить, к сожалению. Мы уже в эфире, там, полтора часа, на нас тут сбоку ругаются, говорят, вообще нужно было час, но, как бы, так получилось. Хотели на все ответить, поэтому, простите, если мы задержали. Все, коллеги, всем спасибо. Задавайте вопросы, опять же, в чат, в телеграме. На многие вопросы вы получите ответы, там, и в следующих вебинарах, и на подкасте. Вообще, как-нибудь нужно сделать, я придумал. Нужно будет сделать подкаст с ответами на вопросы. Огонь. Мы просто сделаем какую-нибудь ссылку в нашем чате, чтобы вы туда отправляли все вопросы, и на каком-нибудь вебинаре перед таким подкастом мы их все соберем, и просто будем на них отвечать бесконечно, и... Да, мы прям заранее, наверное, эти вопросы соберем, придем уже, и можно будет и там, по ходу, докидывать, и заранее просто подготовим ответы нам. Все, коллеги, всем спасибо, всем хорошего дня, всем удачи. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!